В эфире новости ОТС. Сегодня пятница, 25 марта. В студии Ангелина Леденева. Здравствуйте. Коротко о главных темах выпуска. Во-первых, это грузовой автомобиль, в котором находится асфальт. Рабочие заполняют им ямы, а следом подъезжает каток. Им любые дороги дороги. На какие магистрали Новосибирска вышла техника, чтобы попробовать превратить непроезжую часть в проезжую? В суд обратилась администрация Октябрьского района и по решению суда вынесено постановление о сносе здания. Этот дом уже не крепость, за чей счет сносят незаконно построенные здания. Из Франции, где, как известно, зародилось кино, в Новосибирск привезли вот этот аппарат для оцифровки фильмов, снятых на кинопленку. Виртуальная экскурсия по историческим местам. Как увидеть уникальную хронику с помощью компьютерной мышки? В Новосибирской области могут ежегодно проводить Всероссийский молодежный форум. Такое предложение губернатор Владимир Городецкий направил Федеральному агентству по делам молодежи. По мнению главы региона, для этого есть все необходимое. В области уже успешно проводили международные дельфийские игры, крупнейшие экономические и научные форумы. За несколько месяцев должна быть разработана концепция будущего фестиваля. Сегодня возможности его проведения обсудили активисты студенческих организаций. Говорили и о других направлениях в работе. Губернатор подчеркнул, опыт нашего региона в работе с молодежью незаменим в самых разных сферах. Подготовка кадров и методическое сопровождение сферы молодежной политики. Это профилактика социальных явлений, к сожалению, которые сегодня тревожат нас. И снижение смертности молодежи от дорожно-транспортных происшествий. Продолжаем выпуск. Новую школу построят в Новосибирске в микрорайоне Горский. И подрядчикам не придется начинать с нуля. Фундамент уже есть. Проект утвержден. Как заявила сегодня депутат Государственной Думы от нашего региона Ирина Мануйлова, современное здание обойдется в 450 миллионов рублей. Сдать объект в эксплуатацию планируют уже в этом году. А в 2017-м новую школу откроют в поселке Горный Тагучинского района. Часть затрат на строительство компенсирует федеральный бюджет. В бюджете Новосибирской области пока заложено 593 миллиона рублей на строчку капитальное строительство в системе общего образования. Вместе с тем мы понимаем, что софинансирование идет на условиях 30 на 70. Поэтому мы рассчитываем получить из федерального бюджета 70% от стоимости проведенных строительных работ. Дополнительные 100 миллионов из областного бюджета должны помочь дорожным службам Новосибирска залатать ямы на магистралях города. Сейчас работа идет в авральном режиме, круглые сутки и без выходных. Задача до начала мая закончить ямочный ремонт на крупнейших магистралях. Но успеют ли дорожники, выясняла Анастасия Бойко. Тысяча. Именно столько квадратных метров дорожного покрытия должны привести в порядок к майским праздникам. Денег катастрофически не хватает. Объекты для ремонта и по пальцам двух рук не пересчитать. Однако в начале этой недели на самых опасных участках уже начали ставить битумные заплатки. Ямочный ремонт сейчас выполняется на Димитровском мосту, на улице Нарымской, на Бердском шоссе, на Большевицкой улице, на Первомайской улице выполнены. И это далеко не весь список. Практически каждый день появляется новая информация о ямах. В основном от водителей. На жалобы стараются реагировать по мере поступления. Штрафов в прошлом году выписали на 52 миллиона. А за три месяца этого года уже на 12. Работы прибавилось. График уплотнили. Ни суббот, ни воскресенье. Ежедневно в 8.30 утра заместитель мэра по городскому хозяйству проводит селекторное совещание в режиме видеоконференции. Ежедневный отчет о выполненной работе и планы на текущий день с последующей проверкой днем выполненных работ. От запланированного ремонта пока выполнили только 5%. В холодном виде смесь битума с песком быстро крошится. При большой интенсивности движения две недели и пломба не выдержит. Горячий асфальт лучше. Разогрет до 250 градусов. Появляется битумом. Закладывается. Ну, ежедневно за счет вызова. Потом выдавливается и переселается по новой. Это ямочный ремонт. Однако такой выдают только утром. Потому что остывает быстро. Приходится работать оперативно. В распоряжение одной бригады ремонтников поступает сразу несколько единиц техники. Во-первых, это грузовой автомобиль, в котором находится асфальт. Рабочие заполняют им ямы, а следом подъезжает каток, который полученную смесь разравнивает. Высыхает она в течение 30 минут. Поэтому такие работы особых проблем для водителей не доставляют и пробок на дороге не создают. Сами автомобилисты в текущий ремонт не верят. Говорят, толку мало. Недолго продержится. Бесполезно абсолютно. Вот я сейчас сделаю, через неделю этого не будет. Здорово бы этот асфальт, их вообще лицами укатывать или ладошками прихлопывать. Потому что ездить невозможно. Мы сейчас проехали справа у берега на левый. Безобразная вообще дорога. Чуть больше месяца осталось до подведения итогов ремонта. Заделают ли все ямы на дорогах? Вопрос остается открытым. Анастасия Бойко, Василий Тополев, Новости ОТС. В Куйбышеве до ремонта дорог еще далеко. На одной из улиц вместо асфальта вода. Ранняя весна привела к затоплению домов и тротуаров. А проезжая часть стала непроезжей. Оксана Тимошенко о том, как местные жители справляются с капризами природы. А вся вода вот с интерната. Посмотрите, там в переулок целая речка с интерната. Потому что там выше, здесь низина, она вся сюда идет. Ну и как быть, вот сплошной поток. Машина проезжает, вся волна идет в ограду. Эту битву с талами водами семья Чунаревых проиграла. Затопила не только огород, но и подвал. Спасти успели немногое. Там картошка была, морковка, свекла. Снова вся, в общем, мелочь. Каждую весну жители этой улицы в прямом смысле слова отрезаны от мира. Не пройти в магазин, детский сад и школу. Место проезжей части сплошное море. Тротуаров нет. Без резиновых сапог на улице делать нечего. В болотниках ходят люди в наше время, в нашем веке. Ребятишки черпают по колено, ползают по воде, по этой, в резиновых запогах. Абсурд, в деревнях уже ходят в нормальные обуви. И мы кожаную обувь в наше время, в нашем веке не имеем возможности носить. С началом активного таяния на единую диспетчерскую службу обрушился шквал звонков. Аварийные бригады городской службы дорожного хозяйства работают в две смены. Однако помочь всем сразу не в состоянии. 70 человек штатной численностью службы дорожного хозяйства. Естественно, мы все заявки в городе одновременно выполнить не можем. Поэтому просьба для жителей частного сектора выйти, прочистить трубы. Что же касается улицы Салтыкова-Щедрина, то здесь, по словам Александра Бирюкова, есть вина и самих жителей. Жители очищали всю зиму снег. Склады складировали все в районе нарезанных водоотводных куветов. Теперь получилось, что там проезжая часть дороги, она просто взялась единым морем. А куветы стоят полные с замерзшим снегом. То есть водоотвод не работает. Сейчас в куветах лед. Впрочем, страдают от подтопления не только улицы частного сектора, но и многоэтажки. В прошлый год мы тремя моторами включали. Она вот так вот была, я в сапогах ходила. Эта пятиэтажка находится в бойком месте. Вокруг торговые центры, большой рынок. Однако такое соседство мало радует жильцов. Эти торговые точки находятся выше уровня нашего дома. И вся вода дождевая и талая идет в наш подвал. Вот она идет прям морем. Чтобы сдержать воду, по периметру дома насыпали глину. Однако это мера временная. Нужна ливневая канализация, на строительство которой в городском бюджете денег нет. Плавать в пятиэтажке придется как минимум до наступления тепла. Только тогда, по словам чиновников, можно будет приступить к нарезке водоотводных куветов. Оксана Тимошенко, Андрей Лебедев, Новости ОТС. А в селе Новомихайловка Коченевского района таяние снега ждут с тревогой. Сугробы здесь единственный источник чистой воды. Из кранов течет только мутная желтая жидкость с болотным запахом. Хотя областные власти выделили миллионы рублей на водопровод, и он был построен. Александр Куршев принес бутылку с непитьевой водой на анализ главе местного сельсовета. Вода вонючая. Утром открываешь кран мыть, мыться даже невыносимо, не говоря уже ее употреблять. Или что-то покушать сварить, или что-то даже зубы почистить в рот невозможно. Воду с колодца носим, ребенка купать ежедневно надо. То есть с водопровода воду нельзя брать для купания ребенка. Пахнет болотом. Эти эмоции направлены в адрес руководства Новомихайловского сельсовета. Наболело. Люди бросили все свои дела, чтобы их услышали. Им обещали чистую воду в каждый дом. Результат вы видите на экранах телевизора. Вот такая бежит с крана вода. Вот можно ее пить, варить. В ней только пол можно помыть. Вот смотрите. Это мы набираем, чтобы даже пол помыть, потому что вода может перемерзнуть в любой день. А край на деревне, вот он, источник жизни, который должен круглый год обеспечивать питьевой водой почти двухтысячное население Новомихайловки. По мнению селян, там на глубине 100 метров фильтров нет. Содержимое трехлитрового сосуда показываем главе сельсовета. Вы от меня узнали, что у вас такая вода? Да, от вас. По словам главы финансирования и водоснабжения, Новомихайловки проходило следующим образом. Областной бюджет, софинансирование муниципалитета и деньги населения. Сколько вы из бюджета денег получили? В смысле, какого бюджета? Вы сказали, что финансирование было 8% из бюджета областного, правильно? Да, по-моему, 9 миллионов всего был проект. Всего был проект, да. Я точно суммы сейчас не помню. Я знаю, что софинансирование наше ЖКХ составило 800 тысяч, а вот население 267. Итого 9 миллионов область, около миллиона вашей местной деньги. 267. И около 300 тысяч это население? 267. Как вы считаете, эта услуга стоит 10 миллионов? Зинаида Владимировна считает, что это не чрезвычайная ситуация. И экспертам областного центра пока вмешиваться преждевременно. Ну, конечно, мы заключали договор СССР, я узнавала, как это можно хотя бы очистить воду. Но это невозможно, потому что вода, ну, как сказать, только фильтра. А фильтра у нас нет таких средств. Мы хотели вступить в программу «Чистая вода». Но еще пока что не собираемся. Почему не вступили? Но она недавно только началась. Для справки. Долгосрочная целевая программа в Новосибирской области существует с 2012 года. На эти цели правительство региона предусмотрело свыше 5,5 миллиардов рублей. Что касается самих жителей, то они ждут водовозки. Александр Куршев, Алексей Баженов. Новость ОТС. К другим темам. В Новосибирске начали сносить незаконные постройки. Сегодня в Октябрьском районе под ковш экскаватора попал капитальный дом. В нем должно было открыться кафе. Сколько еще зданий сравняют с землей, знает Алексей Кузьмин. Специалисты администрации обнаружили нелегальную постройку. Частный предприниматель хотел открыть здесь кафе быстрого питания. Но вот незадача. Землю не купил, не арендовал. Еще и часть здания расположена прямо на тротуаре. Мирам ситуацию разрешить не удалось. В декабре месяце администрация Октябрьского района обратилась в суд о сносе данного объекта. И решение суда вступило в законную силу, в связи с чем мы проводим данный демонтаж этого объекта. Снос такого здания обходится в 25 тысяч рублей. Далее по решению суда администрация вправе взыскать эти средства с нарушителя. В 95% случаев суд удовлетворяет такое требование. Любое самовольное строительство, которое угрожает жизни и здоровью граждан, оно подлежит сносу в обязательном порядке. Как могли наблюдать, эта постройка развалилась буквально за доли секунд. А следовательно, никаких мер по обеспечению безопасности стороны застройщика принято не было. Специалисты проводят проверки по всему городу. Если постройка без разрешения возведена на муниципальной земле, она подлежит сносу. Помимо этой постройки, которую снесли в Октябрьском районе, еще по меньшей мере 24 нелегальных здания сойдут на нет. 7 из них уже находятся на исполнении судебных приставов, а 17 в разработке. Алексей Кузьмин, Артем Валевич, новости ОТС. Это новости ОТС и вот что вы увидите после короткой рекламы. Дети детских садов недополучили молока 17% от рекомендуемой нормы, рыбы 29%, мясо 15%, яиц 20%, сыра 44%. Я 14 лет не слышала, естественно, многие звуки, я уже забыла, как они звучат, как они выглядят. Театр как магнит притягивает к себе внимание местных жителей и гостей Новосибирска. Здесь фотографируются молодожены, проходят встречи и свидания. Ярмарка Оренбургских пуховых платков в ДК «Прогресс». Решили сэкономить на такси? Надо было звонить в «Сатурн». Выгодный тариф на короткие поездки. Всего от 50 рублей. Такси «Сатурн». Приехала ярмарка меда из Башкирии и других регионов. Только с 21 по 27 марта. За каждый купленный килограмм меда, килограмм меда в подарок. Приходите в ДК «Прогресс». Мам, я побежал. Мам, я поступил. Я полетел. Вот и полетел мой стриж. Стриж. Доступный интернет для сел и коттеджных поселков. День работника культуры отмечают сегодня в Новосибирске. Почетные награды получили десятки музыкантов, актеров, библиотекарей. Подробности в сюжете Алии Арзаевой. Воробьевая Наталья Никипоровна, ведущая методисту «Методика библиотеки». Маргарита – самый молодой почетный работник культуры. Музыкальная семья, 18 лет в профессии и звание доцента консерватории. Сейчас Маргарита преподает игру на кларнете. Ученики оправдывают ожидания. У меня сейчас есть прекрасный ассистент-стажер. Их, конечно, двое. Но один, прямо звездочка, он буквально завтра улетает на конкурс в Чехословакию международный. Я думаю, что преемник растет. Сегодня для Маргариты и ее коллег особенный день. Служители музы отмечают праздник. Это праздник для вас. Для тех, кто избрал свою сезю по жизни дарить людям счастье. Дарить людям благородство. Дарить радость. Поэтому я вас поздравляю и хочу сказать спасибо за эту историческую миссию, которую вы трепетно несете в своей жизни. Новосибирск по праву считается одной из культурных столиц России. Десятки театров, домов, творчества, музеев и концертных площадок. И сегодня свой профессиональный праздник большинство работников культуры отмечают на сцене. Алия Арзаева, Александр Ведерников. Новости ОТС. К другим темам. Урезанные порции проверки Роспотребнадзора выявили. В школах и детсадах Новосибирска работники столовых не соблюдают нормы, по которым готовят детские обеды. Борис Киргенеков взвесил мнение инспекторов и директоров школ. Звонок на перемену, пожалуй, один из радостных моментов в жизни школьника. А длинный перерыв на обед тем более. Сейчас в городе работают 210 школ, гимназий и лицеев. Почти 150 тысяч учеников. Горячими обедами обеспечено почти каждое учреждение 87%. Но полноценным двухразовым питанием лишь каждая четвертая школа. Основная причина – нехватка средств. Один из выходов – отказаться от услуг посредника, чтобы снизить стоимость продуктов. Буквально позавчера я встречался с руководителем предприятия, сельхозпредприятия Ордынского района. И они готовы поставлять продукцию от поставщика. Это целый процесс. И быстро, так сказать, я понимаю, что это не произойдет от первоисточника, если будет поступать продукция, от производителя в данном случае. Безусловно, у нас исчезнет тот самый посредник. За последние четыре года в 80% школ полностью поменяли техническое оборудование в столовых. А 600 работников кабинетов питания прошли курсы повышения квалификации. Но в сфере большая текучка кадров. Людей не устраивает зарплата. Муниципалитет привлекает специалистов различными социальными пакетами. Спикеры сегодня отметили еще одну проблему. В школах недостаточный контроль за готовой едой. На сегодняшний день лабораторными инструментальными методами исследования в рамках программ производственного контроля у нас охвачено 128 образовательных учреждений города. Это 60%. К сожалению, еще не все у нас образовательные учреждения охвачены лабораторными методами исследования. Отмечаем рост в Советском районе. Но хуже всех, к сожалению, Кировский район у нас в этом плане сработал. Выступили на семинарии представители Роспотребнадзора. В прошлом году специалисты провели около 300 проверок в школах и детсадах. Выяснилось, проблемы есть. Нехватка калорий, нехватка витамина С и несоответствие требованиям санитарно-химических показателей. Но здесь уровень нарушений 2%, не выше, чем в среднем по стране. Но главное, реально недовес порции, местами до 50%. Невыполнение суточных норм продуктов чаще всего, должна сказать, отмечается в ходе проверок. Дети детских садов недополучили молока 17% от рекомендуемой нормы, рыбы 29%, мясо 15%, яиц 20%, сыра 44%, сметаны 23%, творога 43%, овощей 34%, соков 55%, фруктов 72%. Цифры действительно страшные. Работники столовых либо воруют, либо учреждения в принципе закупают мало продуктов. В школах обстановка получше, но тенденция сохраняется. Участники форума – это руководители школ, детских садов, работники комбинатов питания. Все замечания выслушали, теперь будут исправлять на местах. Борис Киргенеков, Андрей Дулепов. Новости ОТС. Вместо слухового аппарата несколько электродов во внутренней мухе. Сибирские врачи освоили технологию, которая позволяет вылечить людей даже с врожденной глухотой. Наталья Цопина выслушала рассказ о таких операциях. Это сегодня Юлия хорошо слышит вопросы врачей из разных уголков Большого конференц-зала. Слух она потеряла в 18 лет после менингита. В мир звуков ее вернула кохлеарная имплантация. И мир этот ее поразил. Я 14 лет не слышала. Естественно, многие звуки я уже забыла. Как они звучат, как они выглядят. Допустим, ситуация в день включения. То есть мы идем в Парцин, Петербург. Я слышу звук, у меня спрашивают, ты понимаешь, что это за звук? Я его вспомнить просто не могу. Мне говорят, Юля, это птицы поют. Возможность услышать пение птиц есть у тех, чья глухота врожденная. Но тут, подчеркивают врачи, очень важно начать лечение как можно раньше. Всех малышей в обязательном порядке обследуют в роддоме. Если есть сомнения, то дальше цикл проверок, чтобы утвердить индивидуальную программу реабилитации. Звуковые волны попадают в наружный слуховой проход и вызывают колебания барабанной перепонки. Слуховые косточки, расположенные в среднем ухе, передают эти колебания во внутреннее ухо – улитку. Именно она отвечает за восприятие звуков различной частоты. В ней расположены чувствительные волосковые клетки, которые преобразуют механические колебания в электрические импульсы. И уже их через слуховой нерв передают в головной мозг. То, что внутреннее ухо не может выполнять свои функции, стало понятно уже на первом скрининге, рассказывает Сонина мама. Слуховые аппараты девочке не помогли. Только кохлеарная имплантация. В организм пациента устанавливают устройства, способные преобразовывать электрические импульсы, поступающие с внешнего микрофона, в сигналы, понятные нервной системе. После проведения кохлеарной имплантации появляется слух, но не речь. То есть еще очень-очень-очень большая работа предстоит для того, чтобы вернуть этого ребенка в общество, в обычный социум. Потому что первый год ребенок после того, как у него появился слух с помощью кохлеарной имплантации, он будет просто набирать информацию, слуховую информацию. И только после долгой работы с логопедом и сурдопедагогом ребенок сможет воспроизвести то, что услышал. На учете 1360 детей с двусторонней сенсоневральной тугоухостью. 130 из них уже сделали уникальную операцию. Уже ввели имплантат в ухо, но есть и съемный речевой процессор. Его убирают только на ночь. У нас пунктик, что мы лучше остальных. Нам повезло больше, потому что мы можем спать спокойно. Лай собак, рев самолетов и стук папиного молотка нас не разбудит. В этом нам повезло больше, чем всем остальным. И я завидую ей, она этим очень довольна. Восприятие мира на слух – лишь одно из многих чувств. Но без него жизнь сложно назвать полноценной. Какие звуки вы были рады услышать больше всего? Ну, конечно, сына, голос сына, маму, родителей. Ну, то есть, конечно, услышать в первую очередь близким. Я люблю читать клевые сказки. Кстати, энциклопедии больше всего люблю. А еще занимается капоэрой, учится играть на фортепиано, мечтает стать ветеринаром, ходит в подготовительный класс, с лицея и любит петь. О, улыбки, мой дед святый, О, улыбки, мне бы она должна стать. Наталья Ацупина, Сергей Жданов, Новости ОТС. Кинохроника на карте города. Один из популярных электронных справочников Новосибирска запустил уникальный проект. Сегодня каждый интернет-пользователь может посмотреть, чем знамениты улицы и площади областного центра. Анатолий Харитонов подробнее. Вместо купола цирка – небо. На Новосибирской ГЭС без страховки, используя в качестве акробатического снаряда стрелу подъемного крана, гимнастка Людмила Урсолова выполняет опасные трюки. В советское время такие представления, особенно на всесоюзных стройках, были очень популярны. Сегодня этот и другие видеоролики из истории областного центра можно увидеть, включив слой кинохроника в онлайн-версии электронной карты города. Это не просто мы взяли кусочки хроники и привязали к месту. То есть это был, конечно, подбор. Нам хотелось, чтобы это были разные места, чтобы это были разные по времени сюжеты, чтобы они были разные тематические. Мы увидели, насколько это востребовано и интересно. Казалось, у нас количество посетителей сайта выросло в пять раз. Сейчас на электронной карте областного центра 32 видеоролика, документальные фильмы, а также выпуски знаменитого киножурнала «Сибирь на экране». 60-е годы. Горская, склоны оврагов, будто трибуны. Десятки тысяч горожан провожают в армию новобранцев. Внизу – показательные выступления артиллеристов и танкистов. В небе – настоящее авиашоу с фигурами высшего пилотажа. Так в областном центре отмечали день призывника. А эти кадры – 86-летней давности. Улица Фабричная – испытание одного из первых в мире снегоходов. Мотоциклетка «Сани» – так назвал свое изобретение товарищ Соболев – рабочий завода центральных электросетей. Детище советского умельца превосходило во всем прототип снегохода «Бомбардье». Он управлялся веревками и так далее. Ну и вообще был мало похож на промышленный экземпляр. А вот конструкция новосибирского инженера-рабочего Соболева уже похожа, в принципе, на современный снегоход. Скоро на онлайн-карте областного центра появится еще около 30 видеороликов. В Новосибирске российский кинематограф наиболее ярко представлен, конечно, документалистами, которые здесь живут. Это замечательная такая плеяда. Юрий Шилер, Владимир Эйснер, Валерий Соломин и другие. И в год российского кино мы особое внимание будем уделять именно их работам. Сотрудники киновидеопроката сейчас переводят старые фильмы в цифровой формат. Из Франции, где, как известно, зародилось кино, в Новосибирск привезли вот этот аппарат для цифровки фильмов, снятых на кинопленку. Сюда можно заряжать ленты разной ширины на 16 и на 35 миллиметров. Затем изображение отсюда поступает на очень мощный компьютер, где делают первичную цветокоррекцию. Сюжеты старых киножурналов планируют показывать и в Совете депутатов перед общественными слушаниями, там, где обсуждают острые социальные вопросы, чтобы участники заседаний изучали историю и опыт предшественников. Некоторые проблемы не потеряли актуальности. Накануне видеоинженеры оцифровали злободневный репортаж, где водители автобусов не соблюдали график движения и подолгу стояли на конечных. Шел 1960 год. Анатолий Харитонов, Евгений Агеев и Николай Лещев. Новости ОТС. Режиссеры и артисты, осветители и костюмеры. В предстоящее воскресенье – Международный день театра в Новосибирской области храмов Мельпомены-десятки. Профессиональные, любительские, передвижные, стационарные, городские, федеральные. Моя коллега Елена Медведик в канун главного актерского праздника пообщалась с теми, без кого театр невозможно себе представить. Этот объект красив и внутри, и снаружи. Театр, как магнит, притягивает к себе внимание местных жителей и гостей Новосибирска. Здесь фотографируются молодожены, проходят встречи и свидания, здание театра оперы и балеты, достопримечательность и визитная карточка столицы Сибири. Храм искусства – это прежде всего огромный коллектив, и все без исключения заняты тем, чтобы сделать зрителя немного счастливее. Держать публику в напряжении, выводить на эмоции размышления, и как результат – высшая награда – крики браво, овации, аплодисменты. Однако живется театральным коллективом нелегко. Дефицит финансирования приводит к нежелательной для постановочного процесса экономии. Бюджет спектаклей урезают, а это напрямую сказывается на качестве. Любому художнику, а я сейчас подразумеваю режиссера, постановщика, художника, постановщика, у них есть определенные требования, приходится иногда им сокращать до их амбиции творческие. Это нежелательно. Конечно же, надо художнику давать столько, сколько он просит, чтобы получилось качественно и хорошо. Несмотря ни на что. Мы все равно выставим и наш зритель Новосибирский, он прекрасный зритель. Меж тем есть чем гордиться. Достижения у каждого театра свои. Фестивали, номинации на «Золотую маску», впечатляющие премьеры, яркие режиссерские актерские работы. Вообще то, что театр существует в Новосибирске и существует хорошо – это уже достижение. И об этом хорошо знают в Москве, в Санкт-Петербурге и вообще в мире, потому что Новосибирский театр очень сильный театр, если брать его, так сказать, в целом. Была некоторая неопределенность нашим руководством. И сейчас замечательно, что у нас есть министр культуры, которого мы все знаем, которого мы уважаем и который всеми силами старается нам помогать. Это очень важно. В День театра поздравляют не только деятелей искусств, но и зрителей. Их рады видеть в каждом храме мельпомены. И именно для них работают наизнос мастера сцены. Однако праздник – это еще и повод обратиться к публике, напомнить театральный этикет. Правила просты. Приходите без опозданий, не берите с собой малышей на взрослые спектакли, отключайте мобильные телефоны, не шутшите обертками, не разговаривайте во время действа. И тогда новые впечатления будут только приятными, а взаимные комплименты – в удовольствие. Елена Медведик, Андрей Дулепов, Новости ОТС. Гитарист-виртуоз в Новосибирске – единственный в мире музыкант, который играет не только руками, но и ногами. Лука Стриканьоли дал концерт в столице нашего региона. Подробности в следующем сюжете. Лука Стриканьоли – Новости ОТС. Лука Стриканьоли начал играть в 10 лет. Со временем он отточил игру до совершенства и стал экспериментировать. Сейчас это признанный мировой виртуоз. В Новосибирске он впервые. Для меня крайне интересно оказаться здесь, потому что в Италии, столице Сибири, звучит немного экзотично. Завтра у меня выходной, и я обязательно погуляю по городу. А пока гулять некогда. Впереди необычный концерт. В руках Лукаса гитара превращается в целый оркестр. Лука Стриканьоли – один из нескольких гитаристов в мире, который не использует на своих концертах компьютерную обработку. На семи гитарах он играет одновременно. Помимо пальцев музыкант использует смычок, чтобы играть на гитаре, как на виолончели, а также отбивает ритм ножом для стейков. Лука признался, что его мама до сих пор ищет этот кухонный прибор. Это, безусловно, его личное обаяние. То есть, редко, опять же, я много знаю артистов, немногие из них могут, настраивая гитару между треками, между пьесами, так удивительно и мило развлекать публику какими-то разговорами, байками, легендами, историями. Иногда смешными, иногда грустными. Любители живых выступлений и виртуозной игры на полуакустической гитаре пришли на концерт посмотреть, как это возможно, играть руками и ногами. Играет бесподобно на нескольких инструментах, звучание идеальное. Гитара может любой желающий научиться, и она такая общедоступный инструмент. Но есть люди, которые достигли очень хорошего такого мастерства в этом инструменте. Но гитара, тем не менее, это инструмент волшебный, просто волшебный. А когда на нем играет итальянец или испанец, это вообще отдельная история. Эмоции вдохновения, ощущение радости. Ну, то есть, все, что связано с романтикой, с любовью. В следующем году Лука планирует приехать с новой программой в Новосибирск. А пока – овация зрителей. Алексей Кузьмин, Василий Тополев, Новости ОТС. Объятия спасут мир. Сегодня на площади Ленина в Новосибирске прошел оригинальный флешмоб. Каждый желающий смог принять участие, поделиться хорошим настроением. Подробности у Екатерины Тихомировой. По традициям неофициального праздника обнять можно любого человека, если, конечно, он не против. Существует даже поверие, что во время дружеского контакта происходит обмен душевным теплом. Сегодня, даже несмотря на серый снег и серое небо, сегодня у нас яркие шарики, теплые улыбки. Мы обнимаемся и дарим добро. Цель акции – подарить людям тепло, которого порой так не хватает. Даже психологи посчитали, для хорошего настроения человеку необходимо восемь объятий в день. Реакция людей на предложение обняться самая разная. Кто-то делал вид, что не замечает, кто-то занят. Но через пару минут ситуация меняется. Конечно понравилось, само собой разумеется. Я думаю, что это даже некая необходимость нашего времени. Хорошая, добрая акция. Я живу в Канаде, у нас тоже такие проводятся. Я такой иду, грущу, и меня обняли. Я на эмоциональном подъеме пошел дальше. Мероприятие проходит уже третий год подряд. По мнению организаторов, такой флешмоб поможет запустить круговорот добра в нашем мире. Люди придут домой и поделятся своей радостью с родственниками и друзьями. Екатерина Чехомирова, Юрий Мясников, Антон Мамаев. Новости ОТС. На этом у меня все. В студии работала Ангелина Леденева. Хороших выходных и увидимся. Базовая ставка ОСАГО от СПАУ «Ингострах» в Новосибирской области ниже максимальной. При страховании учитывается ваша история вождения. Курточку хочу. Классную. Где бы взять? Это в Иснове. В Ист НОВА. При покупке норки, мутона или дубленки. Кожаная куртка в подарок. Здравствуйте. В ближайшие дни после прохождения циклона ожидается быстрое формирование антициклона. 26 марта по прогнозу западно-сибирского метеоагентства в Новосибирске возможны дожди с мокрым снегом. Ветер западный 3,8 метра в секунду, порывы до 16, влажность 92%. Температура ночью 0,2 градуса, днем плюс 2, плюс 4. В последующие двое суток преимущественно без осадков. Температура воздуха в воскресенье днем плюс 3,5, в понедельник плюс 6,8. На этом о погоде все. Я желаю вам всего самого доброго. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин